Россия продолжает наращивать свою ударную группировку в Киевской области. Именно здесь мы сейчас находимся. Эта дорога ведет, собственно, на Украинскую столицу. У меня сейчас можно сказать, что плохо слышно. Просто прямо над нами пролетел ударный вертолет К-52. А за мной очередная колонна из российских военных. В основном, конечно, машиноснабжения. Потому что мы все помним те спутниковые снимки. Российские колонны растянулись на больше, чем на 65 километров под Киевом. Представьте себе, сколько нужно просто бензина, продовольствия, чтобы хотя бы содержать там такое количество техники и военных. Вот очередная движется на Украинскую столицу. Конечно, сложно спорить, что Киевское направление сейчас одно из самых горящих. Посмотрите, какие условия сейчас находятся наши военные. Например, экипаж вот этого БТР. Его подстрелили, и он прямо сейчас летит с пробитым колесом. Смотрите, это выходит в воздух. А выходит он, потому что сейчас внутри работает компрессор, который нагоняет давление вот в эту покрышку, просто чтобы продолжать его использовать, чтобы у него была возможность прикрывать, например, сейчас колонну с гуманитарным грузом. Могут степеть с гранатометами, подстреливать наши колонны. Также снайпера тоже работают. В домах засядут и сидят, и ожидают, когда колонна пойдет. И стреляют по колоннам снайпера, стрелки, пулеметчики. В мирных домах они сидят. Бывает даже прикрываются мирными. Это чаще всего. Как террористы, да? Ну да, как террористы, наверное, встали. У нас есть новодчик, который следит за обстановкой. С помощью нашей пушки он все это видит. С помощью зрительного своего грана все видит. Но в дайфере дает командиры. Командир остановки оценивает, дает команду.